А вы выйдите из кабинета, пожалуйста. Выполняйте законные требования сотрудника. Все, пойдем. Вот как-то агрессивно реагирует. Заходите ко мне. В таком тоне я отказываюсь с вами взаимодействовать. Вы нарушаете общественный порядок. Каким образом? Я выношу. Мы выносим. Вот он недоверие всему Следственному комитету города Сургут. И вот он утраты чести. Требуем провести внеплановую выездную проверку силами Следственного комитета Российской Федерации, Следственного комитета по городу Сургут. Отключили домофон. Они хотят разделить в первую очередь. В идеале надо было нас разделить. Нельзя разделяться. Что, вы нас не примете, да? Оставь эмоции на улице. Действуй строго в соответствии с законом. Тебе обязаны выдать талон уведомлений. Есть приказ. Ни шага влево, ни шага вправо. Как вы не делаете? По Стрекин подписал. Мужик старался, старался. Писал. Я про Стрекина. А им как-то наплевать. Они игнорируют приказ. Вы отказываетесь? Они молчали. Просто молчали. Нарушений масса. На норму права не сослался. Ярмолайд конкретно толкал меня в лог. Я предполагаю возможный подлог. Я усматриваю конфликт интересов. Никакая гонопроцессуальная проверка не проводится. Через 30 дней приходит отписка. Везде нарушения. С кем не столкниться, все нарушают признаки коррупции. Действуют с каких-то чужих интересов. Они в интересах общественной безопасности. Они зря ли им откормят? Вы что-то вообще не здороваетесь даже. На пожилого человека накричал. На пустом месте. Начал прям кричать. Что-то орать начал. Просто невоспитанность. Улучшает статистику. Сургут является самым благополучным регионом в стране для проживания. Я не понял, как это вообще? Все в обратку крутят. Он начал вызывать наряд полиции. Мы каким-то образом нарушаем. Мы оба сразу, да? Я вообще был в шоке. Какая-то суета была. Во всей стране это творится. За две минуты он нам пытался менять 157 статей. Здравствуйте. 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 Домофон не работает. Не пускает нас. А, да. Отключили домофон. Здравствуйте. Вы кому? Зарегистрирует заявление о совершенном преступлении. Давайте по 1 минуту. А что по-другому мы все вместе? Английский DVD-RESNER. Будьте добры, пожалуйста. Дату, время, фамилия, имя, отчество, звание, должность, должностное лицо. Входящий номер. Фамилию полностью, пожалуйста. CD-диск, обязательно приложение. Как видите, пожалуйста, с этого заявления. Среди налоги. Как фамилия Крэш? Крошка я. Крошка. Красивая. Красивая. О или А, на концах? О, в конце. Так, 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 так. А что написано кому? Помощник следователя. Если что, мы в обменах там все есть. Вы не полностью должность написали. Антон, нормально написали. Для тебя нормально. Для суда нет. Я не вижу, что у вас не регистрируется. Я вам расписалась. Приняла. Талон уведомления, будьте добры, пожалуйста. Расписалась, приняла. Сейчас, секундочку. Тебе обязаны выдать талон уведомлений. Вы тогда идете к дежурному следователю. В 8 кабинет. А что там, Дмитрий Леонидович? А? Что он там делает? Ну, объяснение будет вас предобрать. Какие объяснения? Вы отказываетесь выдать талон уведомлений? Присаживайтесь, пожалуйста. Твое заявление рассмотрят, как простое обращение в порядке в 59 ФЗ, если ты не получишь талон уведомления. И уголовно-процессуальную проверку проводить не будут. В соответствии с документом 15, приказом 72, ослышно проведите. Будьте добры, выдайте талон уведомлений. Есть приказ, 72. Талон уведомлений обсудят. Мне, кстати, тоже надо на дежурном следователе. Это приказ 82 на следственном комитете. Бастрыкин подписал. Приказ Бастрыкина выдать талон уведомлений. Они игнорируют приказ. Мужик откорячился, выдумывал, выдумывал. Руспись оставлял. Подрезинность на себя брал. А вот как талон выглядит. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы что-то вообще не здороваетесь даже. Не узнает тебя, да? Да просто невоспитанность проявляется. Человек, я вижу. Никогда не здоровается вообще. Как будто на каком-то китайском рынке. Оставь эмоции на улице. Действуй строго в соответствии с законом. Ни шага влево, ни шага вправо. И подпрыгивать не надо. И приседать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы дежурные следуете? Да. А как вас зовут? Скажи, что мы все вместе. По этому вопросу. Да, по этому вопросу. Я понял. Вы представитель? Да, он тоже подает. Доверен. Заяви, что я доверен. Он подает тоже заявление. Да, мой правозащитник. Ну, я понял. Тогда один за другим. Хорошо. Почему один за другим? Все вместе. Влажная доверенность. Сейчас талон уведомления будут выданы. Они хотят разделить в первую очередь. Нельзя разделяться. Я тут ни при чем, Олеся. Я заботюсь о твоей безопасности. Ты бы сейчас убежала без талонного уведомления и все. И что, не понимаете, вы по поверке? С чего? Они бы отписку по 59 фазы прислали бы и все. Как ни в груди, 4 уголовных дела заведено. Есть приказ, есть закон. Понимаешь? Обязаны выданы. Олеся подала письменное заявление. Талонное уведомление не выдали. Согласно 72 приказу, пункт 15. О Следственном комитете. Сейчас ждем. Вышел дежурный следователь. Сказал, что талонное уведомление выдаст. Мы сейчас получим талонное уведомление. Я останусь с Серегой. Олеся уедет. Я хочу подать устное заявление о преступлении под протокол. Это займет где-то час, может полтора. Тут странная активность какая-то непонятная. Взгляды интересные ко всем нам. Что-то они очень долго талонное уведомление выдают. Они должны махом выдать. Тянут время. Зачем? Не знаю. Ну что, не так долго-то? Постучись, спроси, скажи, спешишь. Вы держанный следователь? Да. По хамилию напомните, пожалуйста. Смолов. Смолов? Я подведу. Что, я поехала? Все, талонное уведомление выдаю. Да, все. Прокажу. Я с сопровождением. Лучше. Давайте общезону добавить. Нет, не в порядку. Просто на связи. С сопровождением. Если есть ли, какие-либо участвующие лица, участвуют только с разрешением следователя, в любом случае. Он не может быть представителем вашего документа, поскольку в уголовном процессе представителям может быть только однако. Заявление ХДТСПа допустить к процедуре принятия устного заявления моего доверенного. Нет, вы отказываете? Да, что ли. А сошлитесь на норму права, пожалуйста. Согласно которой? Нет, сошлитесь, пожалуйста, на норму права. Это и есть норма права. Какая? Ну, я вам объясняю, что ХДТСП рассматривается в течение трех суток. Сошлитесь на норму права. Закон. Давайте перейдем к вопросу. Давайте. Давайте. А вы выйдите из кабинета, пожалуйста. А вы выйдите из кабинета, пожалуйста. А вы выйдите из кабинета, пожалуйста. Я возражаю. Что, вы нас не примете, да? А вы же отказываетесь меня принимать в присутствии доверенного? Пойдемте из кабинета. А, пойдемте. Я на улицу заходил. Только заявите. Вы в кабинет не проходите. Вы выполняете законные требования сотрудника. Все, пойдем. Вот так-то агрессивно реагирует. Заходите. Заходите в кабинет. В таком тоне я отказываюсь с вами взаимодействовать. Вы нарушаете общественный порядок. Каким образом? На свое усмотрение в кабинеты проходить нельзя. А он не прошел. Я не прошел. И норму права он вообще не назвал, на каком основании я не могу присутствовать. Со мной не может присутствовать человек. Дело в том, что мы были 4 года назад у этого же Осмолова в этом же кабинете вдвоем с Валентиной. И она меня сопровождала. И он же у нас где-то 2 часа принимал заявление о преступлении. Всем привет. Сегодня у нас 23 января 2023 года. Значит, сегодня сходили с утра в Следственный комитет по городу Сургут. Хотели подать заявление. Значит, Олеся подготовила письменное заявление о совершенном преступлении в отношении тех звонков, которые ей поступали. И мне в том числе, и еще некоторым журналистам из города Сургут. Мы предполагаем, что были озвучены угрозы и были какие-то провокации. Мы приехали втроем. Я, мой соратник и Олеся. Зашли. Олеся подала заявление. Ей отксерили ее заявление. Приложили диск с доказательствами. На отксеренном заявлении ей поставили штемпик без сходящего номера. Как фамилия? Крошка я. Крошка. О или она? Овканси. Женщина, которая принимала это заявление в должность, она указала сокращенно зам.sl-va. Я спросила, она говорит, заместитель следователя. Хотя написала сокращенно. И входящего не было номера. Я говорю, отлично. Теперь давайте, пожалуйста, талон уведомления согласно... Ну, она говорит, а типа, какое талон уведомление? Ну, короче, что-то в них какой-то ступор настал. Мне пришлось трижды назвать основание, это статья 15 приказа 72 на Следственном комитете, чтобы они исполнили требования, которые там озвучены. Они обязаны выдавать талон уведомления и регистрировать данное заявление о совершенном преступлении в книге учета совершенных преступлений. Вот номер КУСП, он как раз и говорит о том, что данное заявление о совершенном преступлении было зарегистрировано в книге учета совершенных преступлений. Это очень важная книга, то есть они почему талон не хотели выдавать? Они, скорее всего, вот как показывает практика, чаще всего, если просто принимать заявление и не выдают талон уведомления о регистрации в книге учета совершенных преступлений, то обычно на такое заявление через 30 дней приходит отписка по закону 59 КЗ, и никакая уголовно-процессуальная проверка не проводится. Это делается также для уклонения от учета совершенных преступлений. Это влияет на статистику учета совершенных преступлений, это влияет на статистику при оценке комфортности проживания в регионе, в Сургуте, в других городах, по всей стране это творится. То есть они таким образом, уклоняясь, не выдавая талон уведомления, не регистрируя книги учета совершенных преступлений, заявления, они не просто уклоняются от совершенных преступлений, не проводят уголовно-процессуальную проверку по ним, но они еще улучшают статистику. И то есть когда там где-то вы услышите по СМИ, что статистика по ХМАУ в целом преступлений улучшилась, это вот как раз говорит о том, что на это я предполагаю, что каким-то образом в том числе повлияла вот эта вот нерегистрация в книге учета совершенных преступлений и невыдача талонов уведомлений. Потому что единственным подтверждением, что данное заявление было зарегистрировано в книге учета в книге, это именно талон уведомлений с номером регистрации. И кстати очень важный комментарий должен быть, к тому же приказу 72 предложен образец талон уведомления, там сказано, что должно быть указано обязательно краткое описание о чем было заявление, но они обычно там ничего не пишут. И я предполагаю возможный подлог. Ну посмотрим. Когда я ссылался на норму профессионального права, именно на 15 статью приказа номер 72, который подписал Бастритин, то есть это наплевательское отношение к вышестоящему руководству. По сути они проигнорировали приказ вышестоящего руководства, приказ Бастритина. Я им трижды этот приказ называл, но они молчали. Я их прямо спрашиваю, вы отказываетесь исполнить пункт 15 приказа номер 72? Они молчали, просто молчали, потому что понимали, что отказ это прямое уклонение от исполнения приказа. Это не просто влияет на статическую, это влияет и на рейтинги лучших регионов в России. Насколько я помню, много раз за последние годы были проведены какие-то исследования, и по этим исследованиям якобы Сургут является самым благополучным регионом в стране для проживания. В том числе, я предполагаю, на основании вот этой криминальной статистики по учету совершенных преступлений. Проследуются они или нет, возбуждаются ли уголовные дела, доводятся до суда и тому подобное, выносятся ли приговоры. В общем, как только мы получили талонные уведомления с печатью и с росписью, что очень важно, хотя Смолов, дежурный следователь, утверждал, что печать не ставится на росписи следователя. Ну, насколько мы знаем, печать круглая, она как раз и создана для того, чтобы заверять подпись должного лица. Печать была поставлена, талон уведомления выдан, Олеся спешила, уехала, мы вдвоем с моим соратником решили подать заявление о совершенных преступлениях. Я об этом заявил, Смолов сказал, проходите, мы прошли вдвоем в кабинет, он сказал, что, типа, прошу удалиться посторонних, я говорю, нет, это не посторонние, у меня, я себя плохо чувствую. Это мой сопровождающий. На что он сказал, давайте вызовем скорую, я говорю, нет, не надо, я в порядке, просто на всякий случай, если вдруг что-то случится. На что он начал всячески говорить, что, типа, покиньте помещение, это не предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом, следствием, что-то он тут сказал. То есть, получается, подача заявления о совершенных преступлении входит в уголовно-процессуальные расследования, я так понял. То есть, он уже, я не понял, как это вообще? То есть, он при подаче заявления, это уже все, начало уголовно-процессуального процесса. Я думал, что сначала подается заявление, а потом уголовно-процессуальная проверка проводится. А он определил прямо на месте своими словами, что уголовный процесс уже начался и присутствует посторонний человек. Я ему тоже заявил ходатайство устно о том, что прошу рассмотреть возможность присутствия моего доверителя в ходе подачи заявления о совершенном преступлении. Он в этом ходатайстве отказал, сказал, да, я отказываюсь. На норму права не сослался, никакой закон, ни пункт, ничего не назвал, несколько раз я его просил. И после этого он поднял трубку телефона своего и начал куда-то набирать. Я предполагаю, что он начал вызывать наряд полиции, потому что 4 года назад произошла ровно такая же ситуация, когда я ходил знакомиться с материалами дела. По своим заявлениям это вот такая стопка, 7 томов, и мне не дали возможность ознакомиться с ними. На меня вызвали два наряда полиции и журналистов. Приехали с такой камеры, начали светить в лицо пятеро или шестеро полицейских вокруг. И начали мне говорить, что типа кто-то заявил, что у вас поддельные документы журналиста и общественного старшего инспектора по ХМАУ по борьбе с коррупцией. В итоге пришлось проехать с ними. В отдел полиции я не сопротивлялся, я проехал, там все пояснил, рассказал, и меня отпустили, я поехал домой, потому что уже было поздно. На следующий день мы опять пришли, и случилось ровным счетом то же самое. Опять был вызван наряд полиции, но мы решили не тратить свое время, а просто ушли оттуда. Хотя видели, когда уходили, что подъехала патрульная машина. Ни скандалов, ничего не было. Просто, как сказать, я считаю, что было дважды нарушено право на ознакомление с материалами дела, и до сих пор я с ними не ознакомлен. А там больше семи томов. Я предполагаю, что там уже, наверное, на данный момент томов 20 или 40, где-то так. Когда мы вышли, вот Осмолов сказал, выйдите, мы вышли, не сопротивлялись, ничего. Я отошел подальше, мой соратник стоял поближе к Осмолову, на достаточном расстоянии, и Осмолов начал говорить, что типа, проходите в кабинет, пройдемте в кабинет. Он говорил, пройдемте, проходите, заходите. Кому именно он обращался, он не уточнял. Он не показывал рукой, не показывал пальцем. Он смотрел в мою и в сторону соратника, вот просто по длинному коридору, и говорил, проходите. Кого он имел в виду, мне было неясно. Я не так это... Живой? Живой, здоров, на воле, дома. Молодец. Ну все, вот уже видно, что уже отошел вот этот. Да? Да, и напряжения нету в голосе. Меня видео постоянно вдохновляет. Знаешь, что я обнаружил? Ну? Вот я тебе говорил, обязательно еще что-нибудь обнаружил. Оказывается, мы с тобой вместе со Осмоловым не втроем были в коридоре. Ну там же, нет, женщина там была, вот эта... Уборщица была? Уборщица была. Кому из нас он обращался, вообще непонятно. Вы проходите в кабинет? Ну да, ну да, ну да. Он хотел, чтобы у него уборку в кабинете провели, понимаешь? Он же не уточнял ничего, кому? Ну да. Может, у него там мусор накопился? Ага. Или у него какое-то ЧП случилось, пока он с нами разговаривал? Ну, в Большинстве я видел. Я понял, ты воспринял на свой счет, да? Ты ближе всех стоял? Я только стоял. Да. Он ближе всех стоял, он понял, что... Ну, я ушел. Проходите. Да, он сказал, что только заявитель может пройти, а у Сергея как раз он хотел заявление подать о совершенном преступлении. Он сказал, проходите. Сергей начал проходить, почти зашел, порог не пересекал, и тут Осмолов начал прям кричать на все здание, что вы не исполняете законное требование сотрудника, какого именно он не уточнил, а это признаки статьи 19.3 КАП РФ, это не выполнение законного распоряжения сотрудника полиции, либо там дознаватель, исследователь, что-то как-то так звучит. Я предполагаю, что именно эту статью он имел в виду. То есть, эта статья предусматривает аресты до 15 суток. Прямо на месте определил. Следователь Следственного комитета, соответственно, он прямо на месте сходу определил, что есть и события, и состав правонарушения. А дальше он заявил, что мы каким-то образом нарушаем, опять же, кто из нас, да? Мы оба сразу, да? Он сказал, вы нарушаете общественный порядок. Я не поленился, залез, значит, посмотрел кодекс административных правонарушениях и уголовный кодекс. И насчитал в КАПе 42 статьи в главе 20. Это нарушение общественного порядка, да? Вот какую он из этих статей имел в виду, вообще не ясно. И в уголовном кодексе в разделе 9 есть 5 глав, которые содержат 115 статей. То есть, он на месте определил устно, он осмотрел признаки, сразу 157 статей из Уголовного и Административного кодекса. И, возможно, состав. Я вообще был в шоке. То есть, он сказал опять, заходите, заходите. Кому он это сказал, опять не ясно. То есть, у нас-то двое было, а заходите, это множественное число. То есть, он нам говорил, получается, я это так расстрелял, что он говорил, нам заходите. Но я ему сказал, что в таком тоне я отказываюсь с вами взаимодействовать. Вообще считаю, что это была провокация на то, чтобы... Вот куда он звонил, да? Наряд полиции и все такое. Тем более, что с тех пор, как мы зашли в Советский комитет, к нам было пристальное внимание. И даже до захода в здание из окон, по-моему, кто-то даже выглядывал, да? Неоднократно. Какая-то суета была. И внутри постоянно нас смотрели какими-то взглядами непонятными. И когда мы только зашли в кабинет Космолова, дверь открылась буквально на секунду. И заглядывал Максим Эдуардович, не помню фамилию, заместитель руководителя Следственного комитета. Один из двух. Это тот самый Максим Эдуардович, который хлопустал дверями. Я рассказывал в предыдущих видео. То есть он, я предполагаю, заглядывал именно с той целью, чтобы убедиться, что Олеся ушла, мы остались вдвоем, мы не ушли из здания, а зашли именно в кабинет. На тот момент созрела идеальная ситуация, чтобы устроить какую-либо провокацию. Почти идеально. Но в идеале надо было нас разделить, чтобы мой соратник оказался в коридоре, а я внутри кабинета. И тогда можно, в принципе, сначала к соратнику что-то как-то спровоцировать, а потом и меня заодно. Это мои предположения. То есть вот так мы сходили в Следственный комитет города Сургута. Наглядно показали, как они работают. И учитывая тот факт, что 2 сентября 2022 года в ходе личного приема Олеси Кубановой на приеме у начальника Следственного комитета Ермолаева, по сути-то приема никакого не получилось. И нам пришлось вынести вводом недоверие и утраты чести именно руководителю Следственного комитета. На основании того, что он применил физическую силу ко мне, выталкивал меня за правый локоть из кабинета, то есть применил физическую силу к журналисту. Я до этого ему предстоялся, журналисту, он меня прекрасно знает, я ему показал удостоверение журналиста. То есть он в курсе, он знал, был уведомлен о том, что я действовал как журналист в рамках закона о СМИ. Соответственно, применив ко мне физическую силу, он, я считаю, в его действиях были признаки уголовной статьи 144 УК РФ. Это воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста. Я, естественно, ну это, было написано в прокуратуру. Прокуратура, по-моему, отправила, не помню, то ли в Следственный комитет для проведения проверки, и в сторону Следственного комитета ХМАО для рассмотрения действий и бездействий должностного лица для причинения его дисциплинарной ответственности. Ну и плюс он был без формы на рабочем месте. По данному факту был получен отказ в возбуждении уголовного дела. Естественно, они никого не опросили, ничего не проверили, видео не изучили, просто отказали, ничего не осмотрели. Хотя факты превышения должностной полномочий, все зафиксировано на видео. Учитывая два этих факта, применение физической силы к журналисту, препятствование законной действия журналиста, и плюс вот сегодняшняя ситуация, то, что нам пытались менять сразу, повторюсь, 157 статей Уголовного и административного кодекса. Учитывая эти факты, я считаю, что правильным будет, я оцениваю это как утрату чести, то есть они не выполнили, трижды не хотели выполнять приказ. 72, всячески провоцировали ситуацию на какую-то конфликтную ситуацию, Осмолов себе позволил кричать на заявителей, пытался менять какую-то из 157 статей Уголовного и административного кодекса. Я могу озвучить общую позицию? Да. Я это расценил как полнейшее, грубейшее нарушение и приказа, и законодательства, и на основании вот этого, и действий Ермолаева, и Осмолова, я выношу, мы выносим. Вот он недоверие всему Следственному комитету города Сургут. И вот он утратит утраты чести. Недоверие. Чести и доверие? Вот он утраты доверия и вот он утраты чести. Нет доверия таким людям, которые кричат, не исполняют приказ и меняют 157 статей на пустом месте. Он сам приглашал в кабинет, сказал, проходите, заходите. А потом говорит, вы нарушаете общественный порядок, нельзя, говорит, проходить в кабинет без разрешения следователя. Хотя сам сказал, проходите. Провоцировал ситуацию на какую-то из 157 статей. Вот так работает Следственный комитет города Сургут. А если вот в такой простой ситуации, я пришел, хочу подать заявление о совершенном преступлении. За две минуты он нам пытался менять 157 статей. Мы ничего не сделали. Никого не трогали. Не ругались, не матерились. Руками не махали. Все зафиксировано на видео и на аудио. И 157 статей пытаются менять. При этом сами нарушают и приказы, и законодательство. Усмотрел нарушение без заявления. Нарушение чьих-то прав. Чего? Усмотрел на нарушение без заявления того лица, чьи права нарушили. А, да, кстати, он же сделал это, он же как-то сказал, что мы нарушаем общественный порядок на пустом месте. У него не было ни заявления письменного от кого-либо, то есть, чьи права мы нарушили, да, на общественный порядок. Ни устного заявления, ни письменного, ни сообщения по телефону 112. То есть, КОСП ничего не зарегистрировано. Вот он прям сразу на месте определил, что есть, мы нарушаем какой-то из 157 статей. Вот так. Это вот случай, да, вот две минуты. А это вот то, что касалось именно просто не это, принять заявление. Простая процедура, казалось бы. А что уж говорить о тех уголовных делах, которые крутятся вокруг травматологии. Там их пять или шесть, там и халатность, и подделка документов, и оказание некачественных медицинских услуг 238, уже из 236 в 238 переросла. Что там еще? Угрозы. Я считаю, что мне угрозы поступают, и вот как раз по этому поводу и хотел подать заявление. А в итоге все в обратку крутят. 157 статей хотели навесить на нас. Что ты хотел добавить? Да я хотел сказать, что неизвестно какое лицо на меня еще накричало. То есть без повода, без ничего. На пожилого человека сколько тебе лет? Примерно. За 50? Ну, под 60 уже. На пожилого человека накричал. На пустом месте. На пустом месте. То есть он действительно не указал, кому из нас проходить. Я стоял рядом. Он смотрел на меня, именно на меня. Не показал пальцем, но я так и подумал, что дай-ка я пройду. Я тоже хотел заявление написать о совершенном преступлении. Ну, раз так не получается, раз человек повел себя неадекватно, то есть он... Начал повышать голос. Начал повышать голос. То есть стресса, неустойчивость какая-то у него. Да, да, да. Легко провоцируемый получается. Человек сам пригласил, человек начинает идти по его приглашению. Он же пригласил в кабинет. Да. Человек начинает идти в кабинет, не пересекая порог, останавливается перед кабинетом, а следователь позволяет себе орать. Ну, когда на ухо тебе начнут орать. А он прямо сильно ухо... Ну, хорошо, он кричал. Я-то далеко был. Он хорошо кричал. Он хорошо кричал. Я поэтому и остановился бы, ну, раз. Ну, не знаю. Значит, ну, нужно, наверное, провести проверочку ему на стрессоустойчивость. Да, на профпригодность. На профпригодность. Да, медкомиссию, то есть, стрессоустойчивость. Да. Там где-то какой-то я приказ читал, обязан быть стрессоустойчивым и не реагировать на провокации. А провокации не было у нас. А провокации не было. Абсолютно. Он сказал... Пригласил, ты пошел. Да, он сказал, проходите, я и прошел. Потому что... До кабинета. До кабинета, да. Через порог я не переступил. Потому что, если следовать русской речи, то у нас получается... На ты разговаривает один на один. А когда вот уже обращается к двум и более, получается на вы. Вот он и говорил во множественном числе. Во множественном числе. Многократно это повторил. Смотрел на Сергея. Ближе всего Сергей стоял. Очень неясно. Как-то так. И на этом основании то же самое. Вот и мне доверие утрата чести. Вот и мне доверие утрата чести. Это однозначно. Причем уже получается всему следственному комитету, потому что если ранее, когда приходили по травматологии, там уже было. Там Мокшин, да, по-моему? Нет, там Ермолаев конкретно толкал меня в локоть. Простите, Ермолаев-то толкал в локоть. Руководитель следственного комитета. Руководитель. Теперь здесь, значит, уже секретарь или нет, заместитель? А, секретарь не хотела талону уведомления выдавать. Как фамилия? Крошка я. Крошка. Ой, или она, кажется. Овканси. Талон уведомления. Трижды не ответила на вопрос, вы отказываетесь или нет. То есть, ну, везде нарушение. С кем не столкнись, все нарушают. И здесь уже сам следователь. То есть, создается впечатление. А не зря ли мы их кормим? Не зря ли они получают денежки из бюджета, которые не отрабатывают? А может, они действуют в личных интересах? Я не могу это сказать, потому что... Я усматриваю конфликт интересов, то есть, признаки коррупции. Какая-то у них, то ли личная, то ли какая заинтересованность. То ли в отношении себя, то ли в отношении другого физического лица. Потому что, либо, как сказать, инициатором конфликта интересов, либо они являются, либо как физические лица, да? Либо, как должностные лица, представляющие интересы юридического лица. Вот где-то, возможно, присутствуют признаки коррупции. Потому что, ну, по идее, они должны действовать по закону, исполнять приказы Бастрекина. А они, полностью все игнорируя, действуют в каких-то чужих интересах. А не в интересах общественной безопасности. Вот так. Мужик старался, старался. Писал, выдумывал. Не выдумывал, а, скажем тебе, я про Бастрекина. А, ну да. Он старался, старался. А им как-то наплевать. Это, опять же, наводит на нарушение субординации. А, давай, пользуясь случаем. Официальное сообщение Бастрекину. Требуем провести внеплановую выездную проверку силами Следственного комитета Российской Федерации. В Следственном комитете по городу Сургут провести проверку напрямую от пригодности Осмолова, признаков преступления и правонарушений в его действиях, а также руководителя Следственного комитета, а также секретаря, который даже свою должность не может написать, и входящий это написать, и талон, вы смотрите, раза не может ответить, выдаст она или нет. То есть, нарушений масса. Требуем провести внеплановую выездную проверку. За две минуты. Нарушение за две минуты. Это мы вам причислили нарушение только за две минуты. Только заявите. Вы в кабинете проходите. Вы выполняете законные требования сотрудника. Все, пойдем. Как-то агрессивно реагирует. Заходите в кабинет. В таком тоне я отказываюсь с вами взаимодействовать. Вы нарушаете общественный порядок. Каким образом? На свое усмотрение в кабинеты проходить нельзя. А он не прошел. Я не прошел. Подай на меня в суд. Те. Подай. Те. Ну че. Подожди. А ты же это. Чего? Не подал же еще. Чего не подал? Ты же не подал свои заболевания. Спокойно. Тут провокации идут. То есть че? Покидаем? Покидаем. Че-то орать начал. Нервничать. Вот че, че, что не тот это делает. Блин, да что-то не стало, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Значит, дежурный следователь Осмолов отказался у меня принимать устное заявление о совершенном преступлении в качестве моего доверителя. Значит, отказался и нас выгнал из кабинета. На норму права не сослался. Потом просил меня, ну, нас выгнал. Серега хотел зайти, порог не пересекал. Осмолов начал орать. Вы не исполняйте законные требования, что-то там. Но Серега-то не заходил, он развернулся прямо на пороге. И не заходя, развернулся обратно, и мы ушли. Вот. А Осмолов сказал, типа, проходите. Я говорю, в таком тоне я отказываюсь с вами взаимодействовать. Я предполагаю, какая-то провокация планировалась. Потому что постоянно заместитель Максим Эдуардович, заместитель руководителя постоянно рядом крутился. Все? Все, да. Все оставишь, а обратно все. Вот такие дела. Благодарство.